Громче говори. Громче говори. Говори погромче. Ну чего надо? Работает. Уже работает? Да. Ну и чего надо? Я подойдем к Александру Ивановичу, спросим телефон его. Давай, пошли, вперед. Ну я жду пока ты. То есть точно такие же потрясения, которые были тогда в тех веках, точно такие же потрясения, в ближайшем году, когда они были醒ены у него. Поэтому, конечно, в отличие. Поэтому, чтобы победить, когда мы рассмотрим, я только в первую очередь день, в неделю, в в прошлом году, в севере основанную игру, чтобы это было вопросов, изучения, аналитики, и по переложению. Продолжение следует... 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 А если что он очень яркий, а вы темные? Лучше вот туда. А мы там не умеем сейчас подъедем. А вот здесь хорошо, общественная палата. Тут неофициально. А надо официально? Так, так, я сюда. Аймрэд не отмечает, но он сейчас. Я-то не пишу, эти вопросы мы не пишем. Ну, вы не пишите, мы пишем. Нет, мы не пишем. Нет, надо этим вопросом. Мы с моим Романом вас не знаем. Да, да, поэтому это вот отдельно как-то переговорим. Нет, он выступал, он как к выступающему здесь обращается. Нет, он все правильно говорит, потому что, ну, он знает, что он говорит. Поэтому сначала с ним предварительно согласуете, а потом уже договорите, да? Ну, потому что, может, у нас это уверенный ресурс. Он его доверил. Да. Он же не будет, но и ожидать. Ну, вот, если мы с ним не договоримся, то... Ну, значит, вы ничего не понимаете. То есть... Как совести? То есть... Ну, как скажите? Да вопрос не любит этого. А в чем вопрос? А в чем вопрос? Я же вам сегодня сказал, наше все, сказал эти слова... Ярослав, ну, значит, вы это сами... Олежек! Олежек, решите вопрос. Саня, я вам просто переговорит вам. Все, я вас слышал. Потому что сейчас мы не мячем, преговоримся, все... Никто. Да я не хочу даже... Никто. Но у меня время... Ну, нет, вот, нет. Он эти слова... Понимаешь? В апостольском своем послании к федеральному... Он не сказал, почему? Но их никто не услышал. И говорит бесполезно. Это вы про Путина? Ну, конечно, Путин что-то говорит. Сидит, вот, значит, федеральное собрание. Его, значит, так взевает, значит... Ну, что, это не для них. Ну, что он говорит? Я просто не племя. Простите, я не могу. А он, в смысле, духовно-то говорит, совесть, духовность, расность. А кто это будет делать? Он говорит, нельзя. То есть те, кто в зале, это не услышат? Неально, бесполезно. Бесполезно. Поэтому его речь была, как бы, вот такая общая. Я с чего начинал? Я начинал, что провели форум культуры, на котором, значит, это все было, значит, разделение... Значит, смысл-то дележка денег между цирком, кино, значит, балетом и, значит, там, живым. Но это же не культура. Это искусство. Значит, у нас вместо культуры, значит, заняли искусство. А там, где совесть, понимаешь ли, нравственность и духовность, этого нету. Об этом никто не сказал ни разу. Вот беда-то где. Поэтому, когда речь идет о том, что где-то там в монастырях что-то еще помнит про дух, понимаешь ли, про нравственность и про совесть. А это кто? Маркобесы. Ну, так пойду, честно, какой-нибудь человек скажет. Маркобесы. Ну, мы знаем, что наша церковь состоит, там, в основном, из жидовствующих. Чуть-чуть это держат и сифляне, они только периметр держат. А, значит, нестижателей осталось три с половиной старцев. Ну, а что делать? Ну, хотя бы та и сифлянская часть, которая держит периметр, она же есть. Да, безусловно, большинство это жидовствующих. Ну, и что? Вот ситуация какая? Война. Что делать? Мы делать должны что-то из того положения, в котором находимся. И здесь что? Нужно. Нужно. Если не будет реванш культуры, культуре, а это этика, эстетика и логика вместе. Это правда, красота и долг служения. Если этого не будет, значит, не будет нашего подкронима Отечества. Союз нерушил и развалился именно поэтому, что был спин цивилизационный код. У нас как ракеты называются? Восход, Восток. Это был цивилизационный код страны Восхода. А у нас что теперь ракеты называют? Прогресс. Это цивилизационный код стран заката. У нас все спинно. У нас от Восхода, от этого самого света с Востока ничего не осталось. Реально, в реальной части. Там, где, значит, сидят люди и, значит, с печатью. Там нет ничего. Что делать? Исправлять имена, усилия тренировалов и предрекать образ победы. Вот мы что делаем? Мы предрекаем образ победы. Говорим, что наводить порядок знаков и символов. Опираться, значит, на бессознательный. Почему ритуал это бессознательный? Исправлять имена. Исправлять имена. Почему? Потому что так мы в сознание войдем. Поэтому мы говорим, имя России Александр Невский, там, воровались, в 12-м году, в Телевизии. Он, конечно, в Талкаус, придет этот человек, этот человек, там, значит, у него там комета упала, на это, это Сталинская, Сталинская, нет, имя России это не Сталинский, имя России это Александр Невский. Не Сталинский, там, там, 12 имен, кто? Вышел. Поэтому, когда речь идет о том, а что нам строить? Третий Рим? Третий Рим это кто придумал? Жидовский. Это был, значит, кто? Метрополит Зосима. Скари, метрополит Зосима. А потом к этому приклеили какого-то старца Филофейка. Неизвестно, было или не было. Он там сидел в келье, а там, где принимались решения, там кто был? Митрополит Зосима. Это что? Это и есть жидовствующие. Откройте, это же все известно. Ну, и этот Третий Рим, это идея жидовствующих. Ее воткнули вам, этот Третий Рим, дорогие православные христиане. Почему? Потому что Третий Рим, это ложная цель. Ложная цель. Более того, он может и был на Святой Руси, а потом-то все, кончил. Когда? Он же был там на Святой Руси. Все, кончил. Поэтому, о чем, а куда идти, значит? Новый Иерусалим. Это кто строил Новый Иерусалим? Новый Иерусалим строил кто? Алексей Михайлович вместе с Патриархом и этим. Ну, некому. Ну, значит, они этим достигли чего? Раскола. Русского раскола. Они принесли с этим Новым Иерусалиму русский раскол. Почему? Потому что до этого, до этой византийщи, была другая догматика в православии. И это известно. И тащат это дело кто старовер. Они не могут объяснить, что было. Всех убивали. Все понимают, что уничтожили. Но в обряде осталось. И толкование обряда говорит о том, что и догмат был другой. Поэтому сейчас перелом, перелом токтониста процесса глобальной трансформации. Та история, которую мы знали, кончилась. Она кончилась и, значит, и с этими, значит, вещами, значит, вот это богословие, это, значит, цитатное, оно кончилось. Нельзя войти в 21 век ногами, головой оставшись в 20 веке. Это не я сказал, а император китайский Сизинь. А Челкунин, если он, значит, не выступал, он не услышал в зале, он-то понимает это? А кто же ему донесся? Не знаю, нет он болезнь, что откровение. Навыки на отвлечении, что-то есть. Продавая память. То есть есть развед жизни, что он понимает? Да. Это вид. Это вид о том, что он говорит и что он делает. А ваше присутствие в общественной палате, это не есть некий тоже такой косвенный разведприз? Это случаясь. Это случаясь. Это случаясь. Все, значит, случайное, существенно, необходимо, но это случаясь. Может, это знамение? Ну, знамение, конечно, почему? Потому что общественная палата твердит общественности. Ну, не просто там ищутся праздники, когда раньше были какие-то предприниматели, принимать деньги. Меня зовут об этом подложу как-то. А здесь, потому что вы вроде деньги не делали. Ладно, спасибо. Вас ожидают в организации. Праздновение, если бы ты увидел. Значит, спасибо. Вот есть какие-то архимандриты, которые еще держат перемен. Что-то очень интересно. Я думаю, достой вашего внимания. Я все знаю, что когда я висижу, что есть, что я висю в партии. Там один похожий. Это же каждый, кто-то так и не знает. Так вот, например, общий, высшечастный, личный, который погиб. Да, личный. Когда сжимается, то ничего не так. Это другая дама, которая в другом выиграть из Советского Союза. Если дофигация, она начисала в этой книге. В последнюю книгу написала в Санкт-Петербурге, «А что мы там неправильно?» «А они не знают». «А они не знают?» Они не знают. Вот как звучит этот грязь. Нет, 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 она просто звучит. Нет, 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 она просто звучит. Трудности. Как лучше быть первым? Да. Ваши мы были не сильно делены. Очень ревкая и очень концептуальная, есть на что равняться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, я говорю по поводу романа ДимаTorzok Причем актеры второго плана играют ДимаTorzok 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 Удивило